Уже давно, уже несколько лет, значит, остро стоит вопрос о возвращении престижа рабочим профессиям, о поднятии репутационного фона на благополучную некую высоту предприятий промышленности России. И на это есть установки от партии, от правительства, от руководства страны, жесткие установки, что надо повышать репутацию и престиж рабочих профессий. На это выделяются деньги, все это, как говорится, уже происходит, и слава богу. Но ничего не меняется, не происходит изменения личности. Человек как не любил работать руками, как у него не было возвращения престижа в его сознании к рабочим профессиям, так этого и нет. И очевидно почему. То есть мы знаем, что этого не происходит как промышленники, с одной стороны, потому что являемся частью промышленного холдинга. И мы знаем, почему это не происходит, являясь медийщиками, являясь людьми, которые, по сути, призваны формировать общественное мнение. К тому или иному предмету. Мероприятия, призванные повышать престиж рабочих профессий, проводятся несистемно и крайне редко. То есть это, как правило, какие-то конкурсы на лучшего токаря, на лучшего слесаря, съезжаются, значит, лучшие токаря-слесаря где-то там в каком-то городе собираются. Это весело, здорово проходит, они, значит, соревнуются, там есть какие-то победы. Но кто об этом знает? Об этом не знает общество, об этом в целом в массе своей не слышит. То есть это проходит локально где-то на какой-то территории, после этого появляется фотоотчет, сайт по поводу этого мероприятия, возможно, фильм какой-то такой документальный, который показывают ночью по второму каналу. Вот так примерно происходит повышение престижа профессий у нас в нашей сегодняшней реальности. Иногда ставят наружную рекламу, типа токарь это хорошо, слесарь это здорово, какие-то невнятные фотографии, которые пропадают через месяц и опять ничего нет. И вот так вот это как-то точечно тут, там, сям, несистемно происходит. Ежу понятно, что таким способом не заставишь человека полюбить предмет, собственно, нашего стремления. Совершенно очевидно, что такими способами мы вряд ли добьемся любви от человека, собственно, к профессиям и так далее. Для того, чтобы мы с вами полюбили сегодня определенного кандидата на выборах или определенный товар в сфере услуг в рекламе, да, то есть нам ежесекундно разминают мозг с помощью рекламы. Она продуманная, она взвешенная, она яркая, она крутая, она формирует наше отношение к предмету. Мы ходим, покупаем те порошки, которые к нам, собственно, которые, любовь, к которым к нам привыкли, там, продукты и прочее. То есть это серьезный труд, это серьезная большая работа, финансово затратная, сформировать отношение человека к определенному продукту. В нашем случае профессия, которую престиж мы хотим поднять, это и есть тот самый продукт. И нам надо играть по законам рынка для повышения его репутации. То есть нам надо его рекламировать, нам надо его рекламировать классно, здорово, ярко, вдумчиво, правильно. И у нас тому есть огромный пример, даже не надо ходить или изобретать какие-то велосипеды. Давайте вспомним наше, еще раз говорю, советское прошлое, когда у нас все, что мы видели с экрана, все, что мы читали в книгах, смотрели в новостных репортажах, все это происходило на заводах, на стройках, в колхозах. То есть нам прививали, это был четкий, продуманный, разработанный пропагандистский инструмент, который работал шикарно, мы любили тогда работать. То есть если мы хотим изменить человека, если мы хотим поменять его отношение к чему бы то ни было, то это должно происходить с ним с определенной цикличностью. То есть человек должен каждый день видеть с экранов телевизора, в интернете, слушать по радио о том, как прекрасно и интересно быть человеком труда, как здорово работать у станка, как здорово водить грузовик, как здорово печь хлеб. То есть он изо дня в день должен это видеть и это должно ему нравиться. То есть хочешь не хочешь, нам придется играть по законам сегодняшнего рынка. Нам нужно снимать реалити-шоу и показывать это реалити-шоу каждый день, но только вместо действия перенести на заводы, в колхозы, на стройки, чтобы те же страсти человеческие разгорались на реальных объектах, которые мы хотим, престиж которых мы хотим поднять. Мы должны показывать не ультракрасивых женщин с шикарными фигурами, не накачанных молодых юнцов непонятной ориентации, мы должны показывать наших реальных людей, рабочих, которые сегодня реально работают на заводах, и им это нравится. Я вас уверяю, через месяц, через два, через полгода они станут героями своей зрительской аудитории. Потому что, во-первых, они просто больше на нее похожи, это раз, а во-вторых, там действительно интересно, а жизнь, страсти, вот внутри, как бы, человеческие, психологические, вот все эти перипетии, которые происходят у человека каждый день, внутри его семьи, на предприятии, вот эти взаимоотношения людей, они такие же, а может быть, еще более страстные. То есть там тоже люди, там, влюбляются друг в друга, там, ненавидят, там, ругаются, спорят, соревнуются. Это все происходит. То есть реалити, оно не обязательно должно быть гламурным, напыщенным. Оно может быть, реалити, все вокруг нас реалити. Поэтому, если мы хотим изменить общество, если мы хотим вернуть престиж рабочим профессиям, мы должны показывать эти рабочие профессии в режиме реалити-шоу и каждый день в виде сериалов. Формировать новых своих героев, токарей, слесарей, водителей, пекарей. Мне кажется, только вот таким способом и можно добиться какого-то результата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова